Привет-привет! Зовут меня Саша, канал Душно, и сегодня у нас видео про Тома Форда. Уже можно догадаться, да и по обложке вы, наверное, видели. Расскажу про свои непростые взаимоотношения с этим брендом. Очень менялось у него к нему отношение и продолжает меняться. Я считаю, что я только захожу на Том Фордовскую территорию. Возможно, поздновато, блин, когда бренд ушел из России и стоит очень дорого. То есть он, в принципе, дорогой, а сейчас прямо очень дорого. Ну вот, что поделаешь, пути парфманьяка неисповедимы. Вот, расскажу про те флаконы, которые у меня за это время появились. Про несколько отливантов, про один пробник. Довольно хаотично, то есть это нет такого, что там мужские ароматы Том Форда или там, я не знаю, почульные. Нет, все как-то хаотично. Вот что мне подвернулось под руку, что я носил последние пару месяцев, про то поделюсь. Не исключаю, что видео про Том Форда будет несколько. Ну, они не будут идти один за другим, потому что очевидно, что у меня не появится несколько новых флаконов вот так вот случайно в ближайшее время. Но там, может быть, через полгода, когда я уверен, что еще парочку появится, запишу следующую часть. Потому что у меня довольно много отливантов. В общем, есть о чем поговорить. Сегодняшнее видео сделано в сотрудничестве с магазином Рандеву. Все вы знаете этот магазин. Спасибо, что используете мой промокод. Где-то он сейчас появится. Ну и всегда в прикрепе есть, в моем телеграм-канале, на который я предлагаю вам подписаться. 10% на все, включая позиции, которые и так идут со скидками. И сегодняшнее видео будет такое, болтологически развлекательное, потому что помимо своих впечатлений мы будем залезать на рандеву и смотреть, сколько стоит именно этот аромат на данный момент. И чаще всего мы будем с вами, конечно, хохотать, потому что представить себе покупку за такие деньги я не могу. И уверен, что какая-то значительная часть моей аудитории тоже. Я вот подумал, что у меня лимит какой-то сейчас, ну, 15 тысяч. Если просто я с ума схожу от аромата, я могу себе представить, и то это очень дорого. Ну, а давай там 20-30 тысяч. Нет, не готов. Не знаю, приду ли я когда-нибудь к этому. Пока мне кажется, что не должен парфюм столько стоить. Но, с другой стороны, есть же вторичный рынок, есть обмен, есть отливанты. Так что в какой-то степени можно знакомиться с любыми, даже самыми редкими ароматами бренда. Давайте расскажу немножко про свои взаимоотношения с брендом. Те, кто меня смотрит давно, знают, что я обычно на Тома Форда ругался. Каждый раз, когда мне что-то попадалось в слепых затестах, или там вот Денис увлекался, или еще где-то в магазине опробовал, и думаю, блин, ну сейчас зацепит, потому что всех же цепляет. Все портманьяки обожают Тома Форда, да, ну почти все. Это культовый такой бренд. И я думаю, блин, ну сейчас я к нему приду, и тоже кайфану от него. И нюхаю все, и думаю, блин, это так просто, это такой люкс какой-то обычный, или такая, какая-то очень популярная ниша. Ну там, я не знаю, ну должна стоить она, ну 7 тысяч, ну 8, ну какие там 20 тысяч откуда берутся. Вы можете найти видео, где я возмущаюсь персику фордовскому, типа, блин, что за фигня, купи бракар. Он стоит 300 рублей, ну да, они разные, но блин, и тот, и тот про какие-то яркие сочные фруктики. В общем, я бухтел-бухтел, но где-то внутри меня было все равно ощущение, что рано или поздно к Форду я приду. И даже я говорил об этом. И вот как-то я просыпаюсь и думаю, что-то не хватает. И думаю, блин, флакона Форда не хватает, надо уже попробовать. Ну, знаете, через не хочу. Даже если он мне не понравится, ну там побудет он у меня на полке какое-то время, потом продам. Ну надо вот мне вот уже эту магию попробовать испытать, прочувствовать на себе. И я начал изучать рынок Фордов. Надо сказать, что у Форда огромное количество ароматов. Давайте сейчас точно вам скажу, чтобы не быть голословным. Итак, вот фрагрантика подсказывает, что 116 ароматов. Ну, на самом деле, может быть, это не так много, но, что интересно, Форд как-то умеет делать так, что более-менее все его ароматы на слуху. То есть, может быть, 116 ароматов много у кого есть, много у каких брендов. Но там все равно есть какие-нибудь 5 основных ароматов, вокруг которых все вертится. Вот исправьте меня, если у вас другое ощущение. Но у меня такое ощущение, что у Форда очень-очень много хитов. Полез я на сайт Рандеву и начал один за другим просматривать, сколько стоят флаконы. И в основном там, конечно, за 20, многие за 30. И это я говорил, здорово, классно, едем мимо. Но обнаружил, что есть ароматы, которые относительно недорого стоят. То есть, в принципе, они офигеть дорого стоят. И не должны они столько стоить. Но на фоне бренда чуть-чуть подешевле, поприемлемее. И причем я говорю про ароматы из Private Blend. Из вот этой линейки, которая вот с таким домиком. Я не знаю, на что это похоже. Или какая-то урночка. А есть же еще ребристая. И она как бы подешевле. Ну, тоже, конечно, там цены, дай боже. И вот я обнаружил, что в этом Private Blend. Есть какие-то ароматы, которые почему-то стоят в два раза. А то ли там больше, дешевле, чем остальные. То ли они не очень популярны. То ли их больше закупили на склад. Черт его знает. И я начал собирать свою коллекцию. Не с тех ароматов, с которыми мне прям хочется. А с тех ароматов, которые стоят дешевле. Это, наверное, спорный довольно подход. Я все ароматы покупал вслепую. Но, в принципе, не жалею. Сейчас я начну рассказывать. Какие-то ароматы мне нравятся больше. С какими-то вот пока как будто бы не очень подружился. Но, когда я впервые получил эти флаконы. Блин, начала играть какая-то магия. И я начал понимать какую-то вот эту магию Форда. Попробую ее объяснить. Хотя допускаю, что звучать это будет карикатурно. У меня такое ощущение, что Форд это марка, которая идеально создала вот именно какую-то ауру бренда. То есть, они справились с вот этой задачей сделать добавленную стоимость на каждый флакон в виде какой-то атмосферы. Атмосферы роскоши и какой-то такой праздности. Ну, здесь, наверное, сама фигура Тома Форда немало повлияла на это. Потому что Том Форд классный. Он всегда классно выглядит. Такой какой-то шиковый. С этими костюмами, очками дурацкими немножко. Которые, мне кажется, никому кроме него не пойдут. Но ему идут. И вот, как бы, учитывая, что бренд назван в его честь. Хотя сейчас, если не ошибаюсь, Том Форд особо не имеет к нему отношения. Исправьте меня, опять-таки, если я не прав. И я начал брать эти флаконы в руки и начал понимать, что это какая-то такая офигительная простота задорого. Знаете, вот я иногда размышляю про рынок люксовой одежды. Вот я столько не зарабатываю, чтобы позволить себе покупать там Гуччи, Баленсиаги, Дольче Габбана, Праде. Ну, в общем, весь ассортимент, сумма первого этажа. Но, мне кажется, я понимаю, как это работает. Ну, то есть, помимо того, что для фэшионист, да, они там отслеживают какие-то тренды и покупают себе. Но, в принципе, если у тебя какая-то зарплата довольно большая, то, конечно, хочется, исходя из этой зарплаты, подбирать себе одежду, подбирать себе парфюмы. И для людей, у которых много денег, это как-то, видимо, естественно происходит. А есть люди, у которых денег нету, которые, очевидно, не зарабатывают себе на ботеге, но какой-то своей нарциссической частью, и я, кстати, абсолютно без осуждения, у большинства из нас она есть, как-то хочется к этому прикоснуться, к чему-то такому роскошному, дорогому. И вот тогда ты купишь деньги и покупаешь себе какую-нибудь, я не знаю, рубашку, футболку, туфельки. Да, они стоят как две твои зарплаты, но ты на них откладываешь, и вот ты получаешь какой-то взрыв эндорфина. Да, это вещизм, да, это как бы неважно в каком-то экзистенциальном, там, я не знаю, религиозном смысле. Но все равно, чего будем скрывать? Это приносит некоторый кайф. И вот мне кажется, что ароматы Том Форда, они примерно такие. Они просто тебе приносят кайф тем, что это простые, понятные, приятные ароматы, обернутые в продажную какую-то упаковку чего-то такого супернедоступного, супердорогого, чего-то, на что стоит покопить денег. Потому что вот правда, я сегодня буду рассказывать про ароматы, и у меня такое ощущение, что если бы эта же жижа была налита в какие-то другие флаконы, то вполне возможно, что эта магия бы не сработала. Но в сочетании с именем, в сочетании с флаконом, блин, работает. Я вот так про это говорю и думаю, что, во-первых, я как-то, по-моему, путанно говорю, ну, простите уж меня. А во-вторых, думаю, что здесь такие святоши могут прийти и сказать, ой, фу, это снобизм, это вещизм, это все чушь, вот можно там за полторы тысячи купить аромат, и он будет вкусно пахнуть, нафига это все дорогое. Блин, я согласен. Поэтому тут, смотря на какой вы волне, да, если вы на волне такой народной, да, что, конечно, нафиг надо Том Форда на вилла. А если вот на волне что-то такого интересного, вот, что вот хочется уже что-то вот другое, да, что-то труднодоступное, то, мне кажется, вы можете понять, о чем я. Меня, кстати, это очаровывает, мне кажется, кстати, вот в России у нас это есть. В этом что-то такое есть и барское, и цыганское, знаете, зарплата 50 тысяч, и, как бы, ты там еле-еле снимаешь какую-нибудь однушку в Новокасино, но у тебя помада Том Форд, да, или ты купила себе там духи Киллиан, да, и принято над этим смеяться, а я не знаю, мне кажется, это классно. Что-то в этом есть красивое, да, не по синьке шапка, да, вроде бы в этом, как бы, и нелепость есть, но я научился видеть в этом какую-то красоту, полет такой вот, ну, знаете, сибирский цирюльник, да, вот в мехах выйти плясать на площадь, да, пусть бедный, ну и что. Что-то понесло меня, черт знает куда, ребята. Давайте уже про сам бренд я потихонечку начну говорить, и про первый флакон, который мне, собственно, попался в мою коллекцию, который я выбрал, потому что он был самый дешевый, это Коста Азура Аква. Ну, во-первых, он у меня в фаворитах чисто внешне. Вот это синее стекло, очень-очень красиво, скрипящий колпачок, и мне, кстати, даже нравится, что у них крышки такие плавно входят, не на щелчке, не на магните, а такие... Собственно, я заказал его, потому что он был дешевле всех остальных, и с него началось мое увлечение томыми фордами. Слушайте, не жалею, хороший ли это аромат? По-своему, хороший. Давайте я открою пирамиду. Ну, пирамиды тут ягоды межевельника, лимон, кстати, цитрусов здесь не слышу, иглы сосны, кипарис, ну, короче, какая-то такая хвоя, мастиковое дерево, амбра, лабданум. Но мне, может быть, за счет того, что он синий, но мне какое-то ощущение, что здесь есть как будто бы даже акватическое. Для меня он пахнет такой люксовой хвоей, какой-то люксовой акватикой, и, в общем, все, и нулевыми он мне пахнет, вот какими-то люксовыми ароматами из нулевых. Все это очень просто звучит. Если бы мне это попалось на слепых затестах, я бы сказал, что это очень приятный классический мужской люкс из конца 90-х, начала нулевых, который стоит там, ну не знаю, 5 тысяч рублей. И недаром в комментариях, когда я недавно рассказывал про Хуго Боск классический, кто-то пришел и сказал, а мне он пахнет. Коста Азура Аква. Вот я не уверен. Конечно, дословно они не похожи, но по вайбу точно похожи. Это такая простая, сладенькая, приятная, свежая мужская сексуальность. Я думаю, что он будет сказочно хорош летом, но я его заказал уже в холодное время, и сейчас вот сегодня в нем ходил на завтрак, это круто. На улице супер какой-то нереальный мороз. Я пару пшиков утренних сделал, и это было так и бодряще, и красиво, и так как-то просто, очень-очень просто. Но в этой простоте есть какой-то кайф. И предлагаю посмотреть, сколько он стоит. Итак, я залез на рандеву, чтобы посмотреть, сколько он стоит, и с некоторой грустью обнаружил, что на рандеву есть только пробник сейчас. Последняя цена, которая была на него, 12.338. Я его брал еще до этого, чуть-чуть дешевле. Стоит ли он своих денег? Нет, не стоит. Поэтому исключительно, если вы понимаете, о чем я говорю, когда говорю про этот вайб, потому что, в противном случае, купите Хуго за 3 тысячи, и будет вам счастье. Напоминаю, что... Вот сейчас, конечно, будет обидно, если я сделал подборку недорогих форредов, ну, относительно, и все они закончились. Но вы можете попробовать нажать кнопку «Сообщите мне о поступлении». Проверено, эта кнопка работает. У меня там парфюма в 20 нажата, и периодически на почту приходит. Типа, этот парфюм появился. Так что, может быть, Коста Азура тоже появится. Второй флакон, который у меня появился, абсолютно по тому же принципу. Я, кстати, делал какой-то такой опрос на своем телеграм-канале, где спрашивал, вот есть такие не очень дорогие форды, что про них думаете? И собрал какие-то мнения, и вот про, если про Коста Азура Аква, ну, в основном все писали, ну, типа такой мужской свежак, ничего интересного, то про Удфлёр несколько человек написали, что это классный аромат. Справедливости ради, из четырех флаконов, которые у меня сейчас есть, этот аромат я пока понял меньше всего. Он для меня больше про розу, Удфлёр. Кстати, такое название, ну, как будто бы я, когда его увидел, представлял, что это будет Уд с какими-то неочевидными цветами. Потому что столько есть роза Удов, ну, и это, правда, классное сочетание, что странно было называть аромат Удфлёр. Предполагаю, что здесь опять будет роза и Уд. Он очень-очень аккуратный. Здесь такая красивая, скорее, женская розочка. Такая сначала она колкая, потом она уходит в мармеладности. Кстати, в базе тут мармеладзе, дай боже. Уд здесь не какашечный, не какой-то медицинский, а скорее вот то, что я называю промышленный. Вот он пахнет какими-то, я не знаю, складами со шпалами, мазутом. Но это всё вот на кончике ножа. Это супераккуратно. Он красивый, но пока что-то вот не пойму. То ли он слишком женский для меня, потому что этой мармеладности всё-таки очень много. То ли я пока не нашёл настроение. Он такой, конечно, будуарный, не очень громкий, кстати, не запредельно звенящий, сладкий и, наверное, всё-таки женский. Вот сейчас я наношу. Но пока не хочу от него отказываться, я решил так. Я поживу с ним полгода-год, а дальше посмотрю. Если всё-таки пойму, что меня к нему не тянет, то буду с кем-нибудь меняться на какой-нибудь другой форт или продам и куплю другой какой-нибудь форт. Посмотрим. Пока пусть будет. Кстати, флакошка тоже мне очень нравится. Он такого серого-дымного цвета. Я из этой линейки, в принципе, знаком с тремя удами. Они, по-моему, в одно время вышли. Это вот Удфлёр. Удвуд самый популярный. Ну, кстати, классный. Как будто бы тоже простоватый, но, наверное, я бы не отказался его поставить себе на полку. И ещё есть у нас Удминерал. Минеральный уд. И он тоже, конечно, классный, но он дорогой. Видимо, он такой более хитовый. Давайте посмотрим, сколько стоит Удфлёр. И я вам вынесу вердикт. Стоит его за такие деньги покупать или нет. Блин. Тоже я его взял очень удачно. Короче, моя концепция порушилась. Предложить вам недорогие Том Форды. Кто успел, тот успел. Кто не успел, тот опоздал. Потому что сейчас он, конечно, стоит нереальных денег. Я брал оценку и тоже брал её, ну, там, за 10 с небольшим. А сейчас вот такой полтинчик стоит 24,227. Блин, это дорого. И я так скажу, конечно, у этого аромата есть своё очарование. Этот флакон красив. Этот аромат красив. Но не за эти деньги. Следующий аромат. Фужер Платин. Платиновый фужер. Он ко мне пришёл, собственно, вот только-только от магазина Рандеву. За что? Магазину Рандеву спасибо. Тоже он был в опросе. И меня напугали, что пахнет таким кондовым фужером. Я подумал, сейчас будет какой-нибудь дракар-нуар. Это по-своему красивые ароматы. Но, во-первых, мне такого хватает. И бог с ним. И сказали ещё, что пахнет мёртвым дедом. Я как представил этот образ, думаю, блин, наверное, мне такое не нужно. И каково было моё удивление, когда я его получил и нанёс, что это свежайший, приятнейший ретро-фужер. Да, конечно, уши здесь уходят вот в классику типа Пола Грин, про который я делал недавно обзор. Но Пола Грин всё-таки смягчился, посвежел. А здесь есть та терпкость, та свежесть, те ёлки. По-моему, здесь есть базилик, какая-то ещё трава. Здесь есть точно полынь. Короче, и это всё так красиво, ретрово и свежо. Дальше уходит в такую, скорее, мшистую такую зелень, да, но абсолютно носибельный. И я боялся немножко, что он станет такой обузой, встанет для меня, типа, когда будет настроение батя, надеть пиджак и пойти, я не знаю, в консерваторию. Нифига. Вот жду весну, буду его носить под джинсовку, подо что угодно, очень свежий, очень классный. Если вы любите вот это направление зелёных неоклассических фужеров, то обратите внимание, вот для меня в ту же сторону фигала, с которым я, кстати, не подружился, наверное, буду его продавать, пола, ну и вот томфорт, очень рад, что он у меня появился, фужер платин. Давайте скорее смотреть, сколько он стоит. Ну, слава богу, есть хоть один аромат недорогой, который я вам посоветую, ну, относительно, опять-таки, каждый раз добавляю это относительно. Смотрите, он сейчас на рандеву стоит 12863, минус 10% по моему промо-коду, то есть получится чуть дороже 10 тысяч. Ну, смотрите, если у вас есть потребность поставить на полку хотя бы один форт, и его ещё пока нету, обратите внимание, я считаю, это цена огонь, и это, кстати, цена не за тестер, а за парадную упаковку, не помню, как это называется. Классный, супер, доволен, что он у меня появился, мне кажется, у него есть шансы стать носибельным. Следующий аромат, white sweat, белая замша, как видите, здесь совсем немного у меня, мне его прислала подписчица Елена в подарок, здесь остаточек 5 мл, она мне написала, слушайте, я могу отбрызгать в атлевант, ну нафига, пусть лучше будет во флаконе так симпатичнее, это правда намного симпатичнее. Кто бы мог подумать, что я влюблюсь в этот аромат, я его понюхал, думаю, блин, ну женская история, такие ландыши, очень аккуратные, какие-то мускусы такие кошачьи, и замша, вот такие, знаете, перчаточки такие, в которых баронессы в театр ходили, всё это очень-очень аккуратно, очень утонченно, я думал по-женски, и вдруг внезапно нашёл, я не буду его прыгать, по-позволению, нашёл ему назначение. По вечерам, когда я уже чувствую, что потихонечку сон приближается, но мне есть ещё до сна, где-то час-полтора, и я себя заставляю заново стал читать, ребят, всё-таки я люблю читать, что-то все соцсети, телеграмм сжирают у меня полностью это всё время, и я тут немножко принудительно начал себя тащить в то, чтобы каждый вечер немножко читать, и белая замша стала моим сопровождением. Два пшика, один на холку, один под футболку, и вот в нём я читаю, он меня как-то умиротворяет. Я думаю, что меня он умиротворяет, потому что он немножко напоминает аромат Ноа от Кошарель, который стоит 3 копейки, и который, я, кстати, думаю, блин, они офлаконят для мне его, а он был у моей мамы в детстве, Ноа, и он пахнет такими вот какими-то мускусами и ландышами, чистыми, тихими, аккуратными, и он очень похож, только этот более такой шершавенький, и более, если можно так предположить, вон, на который делает это таким девчачьим ароматом. Я вчера про него написал в Телеграме, куча народа мне написала, что всё-таки он женский, ну, наверное, женский, не знаю, вот, по крайней мере, в качестве начнушки, в качестве того аромата, который я наношу перед сном, никаких у меня с ним нет проблем. Эх, чуть-чуть здесь осталось, и я думаю, что я не буду его беречь, я думаю, что я эти 3 миллилитра добью, и он скоро появится в добитках, добитки ждите, скоро появится, там будет мало флаконов, мало отливантов, потому что практически сейчас их не донашиваю, но много будет всяких кремиков и уходовой всякой косметики. Ну, тоже кому-то это, наверное, интересно. Итак, смотрим цены. Ну, цены, конечно, 19,100 до скидки за 30 миллилитров, дорого, конечно, 21,400 за полтинник, есть вот такие симпатичные, у рандеву есть формат тревелов, которые они в стекляшке делают, 8 миллилитров, 4,800, 4,5 тысячи за 8 миллилитров неродного тревела. Ну, классный аромат, но тоже не уверен, очень дорого, очень дорого. Но это культовый аромат, про него много кто говорит. Елета, спасибо огромное, что познакомили, если бы не вы, не думаю, что каким-то образом меня бы на него вынесло. Так, ну что, с флаконами мы разобрались, дальше тревел. Тревел Биттер Пич. Слушайте, я про Биттер Пич очень много говорил и с Денисом, и по отдельности, поэтому я думал, что я кратенько, но что-то хочется его брызнуть. Вот такой тревел в России, к сожалению, не продаются ни на рандеву, нигде. Мне его везли из Голландии. Приятный очень кофр, нравится мне, доставляет удовольствие. Первый раз, когда понюхал этот аромат, подумал, господи, какое недоразумение, какой-то детский шампан, шампунь персиковый, потом думаю, ну может быть, ликер какой-то персиковый, потому что терпкость есть. Нафига это надо? Смотрим цены, сейчас вместе посмотрим, охреневаешь, думаешь, почему, почему так дорого? Кому это может понравиться? Но много кто его хвалил, и я так чувствовал, блин, если так много людей его хвалят, значит, хороший. Я вот, знаете, есть популярное мнение, но оно, мне кажется, таким немножко подростковым, что если все хвалят, значит, это моветон и плохо. Блин, нет. Я с годами понял, что все это фигня. Если какой-то фильм всех хвалят, если какой-то сериал всех хвалят, если какого-то певца всех хвалят, если какую-то книгу, если какой-то парфюм всех хвалят, это значит, стоит обратить на него внимание. Да, может быть, он мне не понравится, да, может быть, это будет не мое, но если случился такой резонанс общественный, значит, это достойная вещь, на которую, по крайней мере, стоит обратить внимание. Я вот живу с этой философией уже какое-то время, и она меня всегда не разочаровывает, не позволяет мне скатиться в какое-то такое, знаете, эстетское жлобство или в подростковый максимализм из серии «Я не такой, я выбираю только андеграунд». Нет, поп-культура на то и поп-культура, что вбирает в себя лучшее. Может быть, самое простое, самое понятное, но тем не менее хорошее. И вот этот аромат не исключение. Дальше потихонечку он мне попался на «Слепых затестах» от Ольги. Я разносил его, думаю, блин, вот это взрыв, вообще-то такая сочность. Столько в этом жизнерадостности, столько в этом какой-то вульгарной прямолинейности, сексуальности, такой тоже очень вульгарной, соблазняющей, проститутской. Но и витальности в этом много. И, короче, что-то я сначала отливантик, потом думаю, блин, надо. Флакон стоит бешеной бабки, и вот получилось добыть себе тревел. Слушайте, с того момента, когда был тревел, носил только один раз. И вот не пойму, то ли, знаете, когда что-то хочется-хочется, оно появляется на полке, и ты такой, блин, ну, оно есть на полке, уже можно и не носить. То ли сейчас как-то вот не очень хочется. Жду момента, когда вот прям что-то внутри щелкнет, и вот захочется вот такого, захочется быть attention whore, привлечь все внимание на себя. Это, конечно, абсолютно такой аромат. Красиво. Ольке Фиолке передал маленький пробничек. Она носит и говорит, Саша, я не понимаю, я не понимаю, в чем прикол. Что в нем хорошего? Ну. И я вспоминаю свою первую реакцию на него, и могу понять, что люди, которые его нюхают, и думают, блин, что за фигня? Почему это стоит таких денег? Ну, может быть, стоит дать ему шанс. Мне кажется, здесь очень важно поймать нужное настроение. Вот я как будто бы на какой-то период своей жизни поймал. Сейчас потерял. Ну, может быть, поймаю еще. Ну, и по крайней мере, мне так нравится этот тревел, что пусть будет биттерпич. Ну что, давайте рубрика «Клоунские цены» посмотрим, сколько он стоит. Итак, 50 миллилитров стоит 25 тысяч. А я что-то думал, что, кстати, еще дороже. Сотка стоит 40 тысяч. Ну, конечно, за гранью все равно добра и зла. Но, вот удивительно, на рандеву, в отличие от White Suede, 8 миллилитров стоит 2 500. Кстати, это очень хорошая цена. Но у меня как-то есть доверие к рандеву, что и флаконы там родные, и от Леванта они делают родные. Поэтому я бы, если бы мне хотелось, если бы у меня не было этого тревела, то я бы обратил внимание, потому что за 8 миллилитров 2,5 минус мой промик получится 2 200. Это отличная цена, кстати, друзья, имейте в виду. Дальше переходим к от Леванта. От Левантов у меня много. Я целую коробку собрал. Я, кстати, решил немножко выработать новую стратегию хранения от Левантов. Они у меня раньше были то по размеру, то там типа со слепых затестов и старые. Что-то я все пытался, пытался. И сейчас потихонечку решил, буду создавать несколько кучек, несколько коробок. И одна из этих коробок полностью посвященная от Левантов от Тома Форда. И сейчас она довольно так плотно набита, потому что Олеся, Олеся, привет, выслала мне подборку из своих любимых Тома Фордов, которые у нее есть, по несколько миллилитров. И там, мне кажется, ароматов 10. Я еще не со всеми с ними познакомил, ну, точнее так, первично со всеми, но разнашивал далеко не все. Решил, что, ну, не нужно делать видео, в котором будет там 25 ароматов Тома Форда. Давайте ограничимся несколькими. И вот один из от Левантов как раз из этой посылки, это Fucking Fabulous. Он мне знаком был. У меня был когда-то от Левант от Дениса. И я помню, когда я первый раз понюхал этот аромат, я сошел от него с ума, потому что я учуял здесь в слепом затесте лавандочку. Здесь какая-то резиновая немножко кожа. Его довольно сложно описывать. Вот мне кажется, это тот аромат, который супер ни на что не похож. Вот я не встречал таких ароматов, то есть он пахнет сам собой. И моя первая реакция, все пропало, надо покупать, стоят бешеные бабки, не знаю, что делать. И я щедро-щедро им надушился, и сел в такси, и чуть не умер, потому что он такой удушливый. И мало того, чем дальше, тем больше, в нем вылезает для меня какая-то животинка. Ну вот даже она не описывается писечными какими-то категориями. Это вот что-то, ну что-то такое телесное, и что-то аморальное, неприличное. И так он меня душить стал. Вот этой какой-то своей сладостью, этими мускусами... Ужас! При том, что он красивый и офигенный. Но я решил дать ему вторую попытку. Уже зная его удушливый потенциал, знаете, два небольших пшика нанес, было нормально. Он меня не задушил, мне было в нем интересно и прикольно. Но все-таки это не мой аромат. Все-таки что-то в нем есть омерзительное, что меня отталкивает. Но при этом сладкий и гадкий. Омерзительный, но и крутой. Благо я знаю, куда деть от Левант. Сармат, фанат этого аромата. Он сносил прошлый от Левант. И до сих пор про него иногда вспоминают. Но вот порадую его еще несколькими миллилитрами дорогущей роскоши. Давайте посмотрим, сколько он стоит. По-моему, это один из таких прям самых дорогих Форридов. Ну, давайте смотреть. Да, пипец. Полтинник стоит 29. Полтинник в Уценке стоит 26. Спрей для тела 150 миллилитров. Дезик не хотите за 12 тысяч. Сотка стоит 37 тысяч. И вот опять довольно дешево. Странная цена. Ну, вот повторюсь, у меня есть доверие к рандеву. Значит, все нормально. Значит, они как-то эти драминги литровые, видимо, разливают, что такая цена конкурентно способная. 8 миллилитров такого вот рандевушного тревела стоит 2450 минус 10 процентов. Блин, супер цена, ребята, обратите внимание. Следующий от Левант у меня давно уже. Это не от Олеси, это пачули Абсолю. Кажется, это от Аида. Но я могу путать. Еще давно мне прислал кто-то несколько пачулевых ароматов. И на волне как раз моего супер увлечения пачули. И там был пачули Абсолю. Это один из ароматов, которые я рассматривал себе к покупке еще до того, как сейчас вот моча в голову мне ударила. И я увлекся фордом. Он, конечно, супер красивый. Сказать, что он какой-то супер оригинальный, нет. Вот в отличие, скажем, от Fakin' Fabulous, который я не представляю, с чем сравнить. Этот пачули я могу сравнить. В первую очередь он мне напоминает мои любимые пачули от Givenchy Gentleman. Здесь вроде бы есть шоколадность, но она абсолютно не сладкая. Это горький шоколад. Здесь есть какая-то травно-ликерность. Какой-нибудь егермейстер на старте. А дальше это уходит немножко в подвальность. И вот интересно, как он себя по-разному ведет в помещении и на улице. Потому что вот в помещении здесь еще вылезают клопики. И они мне не очень нравятся. Нота клопиков. Такой вот какой-то, знаете, кинзы. Не знаю, меня это отвлекает и мучает. Я помню, я как-то надел его к стоматологу. И пока мне там час аэрфло делали, я такая... И вот он меня придушил. Но я тут надел его на улицу. Боже мой, как это было красиво. Это роскошно. Одни из самых красивых. Одни из самых ярких, брутальных, мужских, на мой взгляд, пачули. Очень красиво. Но тоже цена нереальная. Очень рад, что у меня есть этот отливантик. Сношу его обязательно. И вот это тот пример, про который я вот, кажется, вначале говорил. Я просто со второго дубля записываю видео. Что вроде бы все обычно. Чипсы как чипсы, только вкусные. Пачули. Много пачули. Не должны они стоить таких денег. Ну, что-то вот есть какая-то в них порода. Не знаю. Если выиграю миллион в лотерею, куплю себе сотку. Потому что очень-очень классные. Нравятся. Завидую тем, у кого есть. Ребята, берегите. Ну, в смысле, нет. Не берегите. Носите с удовольствием. Но цените. Это как пачульный эксперт. Прости, господи. Могу сказать, что это очень классные пачули. Очень достойные. Да, его нету в наличии на рандеву. Сейчас закончился. Но последние цены были восхитительными. 50 мл в тестере стоил 30 тысяч. 50 мл новенький стоил 35. Сотка стоила 41 тысячу. Огонь цена. Ну, и давайте про последний аромат сегодня расскажу. Это, кстати, единственный аромат, который вышел в другой линейке. Не Private Blend. Это у нас Ombar Leather. EDP. Хотя, по-моему, что-то там тоже какие-то были перетасовки. По-моему, Ombar Leather был же и в Private Blend. Да, исправьте меня, если я не прав. Я знаю, что там Том Форда Манов смотрит меня много. Это кожа. Очень характерная. Все-таки у Тома Форда кожа из аромата в аромат качует. Как будто бы из одного чана в разных пропорциях наливают. Ну, и что тут говорить. Кожа это очень классная. Она, с одной стороны, конечно, такая горькая. Скорее, такая мужественная. Но она вот не уходит в затхлость. Не уходит в какие-то старые сапоги, потрескавшиеся. Не уходит в дубленку. Это все-таки очень свежая кожа. И я вот не пойму, что это за свежесть. Как ее вам описать? Я бы описал ее как свежесть. Вот вы купили в ЦУМе, опять-таки, какие-нибудь себе кожаные ботинки. Открывайте. И там вот бумага такая вот хорошая, красивая в картонной коробке. И вот она дает, оттеняет запах этой дорогой кожи. Какие-нибудь ТОЦы вы себе купили. И вот там вот эта бумага свежая такая. Это очень приятная свежесть. Очень необычный аромат. Вот его не перепутаешь. Понятно, что было много копий. А Форриды вообще копируют. Все, кому не лень. Но все-таки вот он особенный. И я даже думал, а не нужен ли он мне. Но вот спасибо пробничку. Кстати, он тоже рандевушный. Это из Аромабокса. На канале Рандеву скоро выйдет обзор. Ну, не знаю, как скоро, но выйдет обзор, в котором я про него тоже рассказываю. Ох, вот сейчас нюхаю. Прямо ужасно вкусно. Я опять думаю, блин, а может мне надо? Но, какая петрушка? Я его нанес хорошенько так. Ну, как пшика 4. А надо сказать, что рандевушные вот эти пробники мини от Levante здесь не супер мощный пшик. И он меня придушил. Даже на улице. Ну, не то, чтобы он меня придушил. Вот прям, чтобы мне дышать не было возможно. Ну, вот как-то он такой монотонный. Он такой не меняющийся. Его так много. То есть, это красиво, но как будто бы это, знаете, как елочка в машине комфорт-класса. Она супер классно пахнет, но на короткую поездку. Вот 15 минут ты понюхал, это вау, супер класс. А ехать в этой машине 2 часа, и ты уже такой хочешь окошко открыть, как-то проветрить. Короче, как-то душнит он на мне. Ну и слава богу, тоже не из дешевых. Ну, посмотрим. Кстати, все-таки это должен быть Ford, так как он в другой линейке. Немножко подешевле. Давайте посмотрим. Ombre Leather. Там еще есть парфюм. У меня, кстати, есть пробники. Не сравнивал их. Так, ну, во-первых, супер от Levant от Rendezvous. 8 литров стоит 2.100. Меньше 2.000 с моим скидкой получится. Полтинник стоит 13.000 минус скидка. То есть, получится чуть меньше 12.000. Сотка получится 1.018. И тоже спрей для тела, но спрей для тела дорого. 10.500 до скидки. Ну, это вообще, кстати, я считаю, более-менее нормальная цена. Я, кстати, уверен абсолютно, что это абсолютный король комплиментов. Просто все будут бежать за шлейфом и пытаться прикоснуться к вашей шейке и щеке. Вот, ребят, такой был обзор. Немножко спонтанно. Что-то наговорил. Мне кажется, видео долгое, а содержание минимум. Но сейчас буду это как-то пытаться кастрировать монтажом, чтобы это было смотрибельно. Надеюсь, вам было интересно. Пишите, какие у вас любимые ароматы у Форда. Давайте так. Ваш топ-3. Топ-3 ароматов Том Форда. Я буду отслеживать, что вам нравится. И соотносить это с теми отливантами, которые у меня есть. Ну, и фантазировать про какие-то новые флаконы, которые мне хочется. Но дальше труднее. Потому что уже за 10-11 тысяч ты Private Blend не купишь флакончик. Но я буду искать. Может быть, на вторичке. Хотя на вторичке страшновато его покупать. Все-таки подделывают. И, знаете, я, кстати, вижу кучу вот этих тьюториалов. Как, типа, отличить подделку от оригинала. И там такие. Ну, я не могу это отличить. Знаете, это черная точечка на спре. Снимите там, препарируйте. Нет. Я как человек тревожный. Я с ума сойду. Поэтому все-таки мне нравится покупать в надежных магазинах, которым я доверяю. Ребята, спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Донатьте. Это всегда приятно. И приближает меня к новым флакончикам Тома Форда. И еще напомню, что у меня есть Бусти. Я там какое-то время не выпускал видео. Но вот сейчас жду посылочку новую. И распаковка будет на Бусти в ближайшие дни. Так что подписывайтесь обязательно. Хорошего вам дня. Пока-пока.